Главное правило работы на промышленно опасных объектах – избегать нештатных ситуаций, но всегда быть готовыми к ним. Очередная масштабная тренировка на Ивановской ТЭЦ-3 прошла во вторник. Люди часто теряются не в штатных ситуациях и начинают выполнять не совсем согласованные действия, которые приводят к каким-то последствиям, которые потом нельзя изменить. Для того, чтобы для персонала любая нештатная ситуация становилась штатной, для этого мы проводим эти учения, в рамках которых люди и сотрудники начинают понимать, что на самом деле это что-то неправильное, но при этом как с этим действует, они знают. По замыслу учений в результате неосторожного обращения с техникой был поврежден резервуар с нефтепродуктами и мазутопровод. Это спровоцировало его разрыв и утечку топлива. Несмотря на серьезность ситуации, с повреждением мазутопровода сотрудники предприятия, а точнее аварийно-спасательного формирования ТЭЦ, справляются своими силами. То, что хочется отметить, важно, что, во-первых, быстро все реагируют, люди очень слаженно между собой делают и самое главное, вовремя оповещают соответствующие параллельные службы о тех или иных действиях. Потому что основная задача, которая здесь есть при пожаротушении, вовремя сообщить и не делать того, чего ты не должен делать. С течью в большом резервуаре для хранения мазута сотрудникам ТЭЦ самостоятельно уже не справиться. За дело принимаются спасатели и пожарные. Сперва применяют нефтесборочную установку для перекачки топлива в нефтеловушку. Затем место повреждения латают так называемым пневмопластырем. Она служит для накладывания заплаток на трубопроводы, цистерны с помощью киперной ленты, бандаж так называемый. После того, как она накладывается, прижимается, она надувается сжатым воздухом до 300 атмосфер и блокирует утечку жидкости опасных. Она химически стойкая, резина состоит. Также она используется для поднятия железобетонных плит. Это в завалах, в узостях работает, когда гидроинструмент невозможно подсунуть. Подсовывается этот пневмопластырь, он поднимает до 8 тонн груза. Ну и, конечно, в ходе тренировки отработали сценарий возгорания пятна мазута. Условных пострадавших сотрудников предприятия, а их роли выполняли манекены, спасатели передают медикам. В это время их коллеги-огнеборцы при помощи пожарного поезда тушат резервуар с топливом. Учитывая, что тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с розливом нефти и нефтепродуктов, требует большого количества огнетушащей жидкости и имеются подъездные пути, способные обеспечить применение пожарного поезда, мы обеспечиваем его для организации бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту охлаждения резервуаров и для тушения возможных пожаров. Водой баки охлаждают, но для тушения нефтепродуктов этого недостаточно, поэтому применяют так называемую пенную атаку. Только после этого учения считаются успешно завершенными. Я считаю, участники справились хорошо, все учебные цели и замыслы были достигнуты, все мероприятия были спланированы, сбоев никаких ни в подаче огнетушащих веществ, ни в организации мероприятий по пенной атаке, по указанию первой доврачебной помощи, по выполнению технических мероприятий, по наложению заплаток жгутов, выполнены без сбоев. Оцениваю данные учения на хорошо. Наталья Югутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Как они проходят?